Всем здорова, я снова на проекте Смотра Рэйдж, и как вы можете заметить, у меня куплен Макларен. Сейчас, короче, расскажу вообще всё то, что происходит. Зачем я купил Макларен, и почему такое название видоса. Во-первых, как вы могли бы догадаться, да, я решил попробовать полностью пройти этот боевой пропуск. Именно поэтому я купил Макларен. Почему? А потому что мне нужно было заработать 3,5 миллиона на курьерке. А курьерить на Е60, как вы понимаете, это не самое лучшее решение, не самое лучшее занятие. И я не знаю, чем это закончится. Дело в том, что я дурында, пиздец. Когда уже прошло 16 дней, когда у меня накопилось просто миллион уже, блять, заданий, связанных с работами. Я только тогда почему-то для себя решил, что я буду проходить боевой пропуск. И если честно, я в ахуе с того, что... Ну, ладно, если честно, только с одного задания я в ахуе. Это задание с курьеркой. Я сейчас нажму F5, и вы прекрасно все поймете. Дело в том, что это не все заказы, не все задания, которые я, в общем, откатал на курьерке. И на это я потратил примерно 3 дня с утра до вечера, катая только курьерку. Разумеется, типа полчаса покатаюсь, свернусь там, пойду пожиру, чем-нибудь позанимаюсь, посмотрю какой-нибудь видосик, отдохну там. И, короче, все, что я делал на осмотре, это катал курьерку. Потому что у меня был первый уровень на курьерке. Да, я уже заканчивал одну из смен, там у меня было что-то около тоже 70, короче, заказов с землей. Ну, или 50, что-то не помню, что-то типа такого. Короче, вот если бы, как я и говорил, в батл пассе были бы задания одинаковые. Например, вот 800к заработать в такси, 800к заработать на виновозке, 800к сарей. Ну, 900, ладно, заработать в РЖД. На сборе винограда тоже 800к. Вот если бы на пилотах не было 2 миллионов, и если бы на курьерке не было 3,5 миллионов, то я бы с первого же дня решил, что я буду проходить этот батл пасс. А так, тут есть всего лишь два бесячих квеста, на самом деле. Я все посчитал, я все посмотрел. Посчитал, сколько, короче, денег нужно на то, чтобы примерно пройти весь батл пасс. От начала до конца, правда, я еще не знаю, какие задания будут на третьем, на четвертом, на пятом уровне. Но если я дойду до гимеры, то я окуплюсь, ну, прям в санину окуплюсь, там, в 100-150 миллионов точно. При том, что я играю, мне как бы это интересно, я бы в любом случае охотился, работал бы на работах. Короче, если по порядку, я на курьерку потратил примерно 16 часов. Объясняю, я катал только землю, старался катать только землю. А землю катать 2,5 минуты, и за нее вам платят 10 тысяч рублей с випкой. В чем проблема? Проблема в том, что даже при онлайне в 350 человек, или 370, я не помню, я заходил с утра, заказа на землю уже не было. Все остальные заказы полная блева, типа, ехать в 3-4 раза дольше. Ну, в 3 получается. И иногда, да, я стоял по 3-5 минут в АФК, и, в общем, на курьерку я потратил чисто игровое время. Это примерно 16 часов, чтобы прокачать ее до 10 уровня. А на 10 уровне с випкой тут все превосходно. Я на Макларене, чтобы вы понимали. Я сейчас даже это пруфану, само собой. Я начал вести заказ, включил запись, вез я движки, отвез движки, приехал обратно. И не сразу завершил запись, а только тогда, когда я уже доехал обратно до того места, где можно взять заказ. И получилось у меня 5 минут 23 секунды за этот заказ. Я заработал 40 тысяч рублей. И заходим, короче, мы в калькулятор. Я очень удивлен, что на максималке 360 можно столько заработать. И 60 минут делим на 5 и 5. То есть это 5 с половиной минут примерно в среднем. Это, кстати, я въебывался несколько раз. И умножаем на 40 тысяч. 436 косарей без проебов. Если вы играете, вы на максималке в 360 километров в час сможете зарабатывать. Вот с этого-то я и охуел. Поэтому квест на курьерку не такой уж и плохой. Если у вас есть випка и 10 левел. Вообще, если у вас нет випки и 10 левела, то как вообще играть? Непонятно. Вот вообще, как играть без випки? Ладно, следующее. По охоте. Как вы поняли, раз я прохожу БП, я абсолютно все тестирую. Абсолютно все проверяю. По охоте тут вообще странная ситуация. У меня прокнуло всего лишь 3 квеста на охоту. Из 5 или из 6. И я поехал просто пострадать хуйней. Сначала залутал гору. Потом болото. Потом вот эту гору. Потом вернулся обратно. Залутал болото. Эту гору. А потом я просто умер. Появился на пирсе. Поехал вот сюда. Вот здесь поохотился. Полутался. Пострадал хуйней. И в итоге у меня получилось что-то 560 или 570 косарей. При том, что я даже не собирался нормально охотиться. Я скипал нескольких животных, которые не нужны мне были для квеста. У меня на коров нету квеста. У меня на свиней, на койотов. Короче, нет квеста. Всех этих животных, по-моему, я скипал. Ну, не всех, а прям если там стоит 4-5 животных, то, конечно, я их лутал. Короче. Да, квесты с охотой вполне интересны. И правда, знаете, в чем проблема? Вот опять же проблема боевого пропуска. У меня в последние 2 дня откроется квест на коров. На коробыков. Ну, там, в смысле, и коровы, и быки. Я их просто называю коробыки. И на койотов у меня откроется квест на охоту в последние 2 дня. И я, если честно, вахую. Я не понимаю, как я успею за 2 дня сделать эти квесты. Потому что я все еще квесты на охоту не... Если кому интересно, вот, с самого начала я просто пролистаю вам квестики. До конца те, которые у меня открыты. Вы можете посмотреть, сколько я всего, короче, уже наделал. И последние 2 дня квесты, которые там откроются, я вам тоже, само собой, покажу. Охота? А, квестов с лутом, кстати, не так уж и много. Там 25 коробок с чертежами надо залутать. Я там за час, при том, что лутал себе микрочипы, металлоломы, шестеренки и пружинки. Залутал 10 или 11 кейсов, короче, с чертежами. Там 10 элиток надо залутать. И сколько-то военных кейсов. Короче, это на самом деле делается все невероятно просто. Особенно если у вас открылись 5 заданий и вы их сразу выполняете, то я что-то не знаю. Я, по-моему, вообще ультра сильно зря выебывался на этот батл пасс. Он проходится невероятно легко. Вот эти вот все квесты, которые вы видите, я их прошел за 3 дня. А там остались реально очень легкие квесты. Ну, не считая работ, про работы, да, я вообще молчу. Работы, рыбалка, это пиздец, бред. Вот если бы эти квесты сделали попроще, было бы вообще норм. Тут у меня 3 квеста на аукцион контейнеров. Это легко выполнить. Пожать руку игрокам. Выловить рыбу. Тут сразу квестов 10, наверное, на рыбу вы выполните. Когда будете их выполнять, прыгнуть с парашютом, перевесить номерной знак, обмен через ЕКХ. Это ладно, это все делается относительно легко. Я не знаю, какие откроются у меня последние 10 квестов. Но там по-любому будет 2 квеста на охоту, и вот они меня немного дизморалят. Дизморалят в том плане, что я реально начал выполнять квесты, когда у меня было там, ну, не 17, а 16, по-моему, дней. То есть я только тогда начал проходить БП. Если бы я проходил БП с самого первого дня, 5 квестов открылись, 5 квестов прошел, это было бы реально легко. А то, что там на аренду Давидыча надо потратить миллион, на виски нужно потратить миллион, чтобы это сделать, но это типа я проебал всего 2 миллиона, зато Гимеру за сколько я? За 200 смогу продать. Да даже дороже 200. Ригера, грубо говоря, стоит 200 с такой максималкой. А Гимера это новейший эксклюзив, и, ну, мне кажется, она будет дороже 200 стоить. Это если я дойду до Гимеры. Короче, по первоначальным впечатлениям, все норм, все просто, все легко. Да, заебисто с работами, с рыбалкой, но с другой стороны, типа, включили сериальчик, начали заниматься какой-нибудь хуйней, ограничили фпс и рыбачите вполне комфортно. Я так и сделаю. Я стрим сегодня запускать, наверное, не буду, потому что сегодня буду делать рыбалку. А если я буду 5 часов стоять на рыбалке на стриме, то вы все нахуй просто умлете со скуки. Несколько десятков раз, кстати. По поводу ребаланса работ. Он будет только в мини-обнове. Когда будет мини-обнова, я в душе не ебу. Видимо, разрабы тоже в душе не ебут. Мини-обнова нужна, потому что серверу пизда. Ну как, типа, на прошлой обнове онлайн был косарь 300 человек, и много людей покупали батл пасс, випки, там, занимались всей этой хуйней. А сейчас не так много людей этим занимаются, и онлайн примерно 950 человек средний на сервере. То есть, если сравнивать с прошлой обновой, то сервер очень сильно стагнировал. И для того, чтобы хоть как-то вернуть лояльность игроков и вернуть их на сервер, сделают мини-обнову. Эта мини-обнова должна быть прям топовой. Я не знаю. Ну, в смысле, мне не говорили то, что она будет топовая. Я просто говорю то, что если обнова мини не будет топовой, если там не исправят много чего, не забалансят, не заребалансят, не добавят что-то новое интересное, то на сервере будет такой онлайн до самого конца лета. И это будет очень плохо. Потому что, реально, если сравнивать с прошлой обновой, то сервер немного помирает. Короче, рассказал все, что хотел. Мне очень интересно, успею ли я все эти квесты выполнить за двое суток. Это я не знаю, как сильно нужно постараться, чтобы все вот эти вот квесты сделать за два дня. Но буду стараться. Сейчас пойду, короче, делать рыбалку. Потому что из самого сложного, непонятного для меня пока что, это рыбалка. Сколько времени я на нее потрачу, я пока что в душе вообще не ебу. А, да, по поводу батл пасса. Мне упало уже, блядь, две снайперки. Примерно 10, может быть, 15 золотых слитков. Мне нападали шмотки, мне нападал донат, нападали деньги, выпал рюкзак на 15 слотов Stone Island. Третий, не знаю, за сколько я его смогу продать. Короче, БП я уже купил несколько раз, по-любому просто АФК-ши и проходя самые легкие задания. При том, что я прям ультра много не АФК-шил. Это Гула, по-моему, вообще не выходит в сервер, он бесконечно, блядь. На сервере АФК, не АФК, неважно, спит, не спит, он просто оставляет комп, фармит эти кейсики у него там, что-то прям дохуя этих кейсов уже нафармлено. Короче, даже если вы купили БП и просто на лайте его проходите и не пытаетесь дойти до гимеры, ну опять же, ну прям 100% вы его окупите прям ультра легко. Сколько этот рюкзак? Ну 2-3 миллиона я продам, плюс золотые слитки, плюс остальные шмотки, плюс деньги, плюс донат, плюс оружие. Ну типа, я уже окупился 100%. Так вот, к чему этот видос? Во-первых, проверить себя, проверить этот батл пасс, насколько его возможно пройти. И второе, это вам рассказать то, что я собрался проходить БП. Короче, подписывайтесь, лайки ставьте, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видосы и стримы. И чтобы не пропустить информацию, как я буду дальше страдать с этим боевым пропуском. Следующие квесты, наверное, как только откроются 5, я их сразу пойду выполнять. Если, конечно, там нет квестов, которые нужно стакать, например, там с охотой, вот это все. Короче, все эти квесты простые, самые сложные квесты, опять же, работы. Работы, как только вам выпали, сразу идите их выполняйте. Это все, что я могу сказать. Это самый важный совет по боевому пропуску. Я очень жалею то, что я не стал сразу выполнять все квесты, связанные с работами. Короче, следите за каналом, проверим, возможно ли вообще пройти этот боевой пропуск относительно на лайте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok